В эфире телезащитник, с вами Александр Карепин. Здравствуйте! В нашей программе мы совместно с экспертами отвечаем на ваши вопросы и разбираемся в самых сложных юридических ситуациях. Сегодня в выпуске. Собрание собственников. Когда оно необходимо? Чисто там, где не мусорят. На ком ответственность по уборке территории за конькобежным стадионом в Сыктывкаре? Трудовые споры. В какие сроки после увольнения должны выплатить заработную плату? ИП или самозанятый. Что выбрать, если необходимо арендовать рабочее место? Коммунальный вопрос. Кто отвечает за содержание элементов благоустройства при домовой территории? Общее собрание собственников – привычное дело для управляющих организаций и для самих собственников жилья. Тем не менее, и те, и другие не всегда знают, в каких случаях проведение собрания необходимо. Давайте разберемся. Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. В нашем подъезде нужно поменять стояк холодной воды. Мы написали об этом в управляющую компанию, но получили отказ. Нам сказали, что якобы нам надо провести голосование собственников. Правомерим ли отказ? И что нам теперь делать? Замена внутридомовых инженерных систем на квартирного дома является капитальным ремонтом, поэтому собрание собственников в жилых помещениях обязательно. Главой 6 жилищного кодекса установлен порядок проведения общего собрания собственников, а также определен круг вопросов. Для начала необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой провести обследование стояка и выдать заключение о необходимости его замены. После чего собственники квартир проводят собрание и на основании решения обязуют управляющую компанию произвести замену стояка. Множество вопросов возникает у жителей республики про уборку дворов и территорий. Вот наглядный пример. Возле детского сада номер 14 постоянно валяются пустые бутылки, обертки и прочие твердые коммунальные отходы. Однако убирать этот мусор, судя по всему, никто не собирается. Данная проблема заинтересовала жительницу столицы Коми. Вот идем в детский сад номер 14. Тут чистенько. Тут, ну, относительно чистенько со стороны конькобежного стадиона. Тут даже вон дорожка какая-то насыпана, недавно посыпали. И начинается. Вот тут вот. Ну, в общем-то, везде. Замечательная труба. Туда уже лезть не буду. Грязь. Бутылки, пакеты. Вот. По такой дороге мы идем каждый раз в детский сад. Ну, тут относительно чисто, потому что я месяц назад вот здесь вот убирала. Ну, это уже успели намусорить. Чья это территория? Неизвестно. В администрации Сыктывка рассказали, что это не территория муниципалитета. А чья непонятно. За разъяснениями мы отправились в общественную палату Республики Коми. Там нам пояснили, что если на определенной территории регулярно появляется несанкционированная свалка, жителям следует обратиться к региональному оператору. Именно он, согласно правилам обращения с ТКО, должен найти и уведомить собственника земли о том, что мусор в течение 30 дней необходимо убрать. Если же речь идет о том, что на зеленой зоне располагается какой-то единичный мусор, обертки из-под конфет, например, какие-то бумаги, то этим же, конечно, должен заниматься собственник земельного участка. Как мы его ищем? Обращаемся к публичной кадастровой карте. Если границы земельного участка определены, значит, есть и собственник. Обращаемся к нему. Если границы земельного участка не определены, на публичной кадастровой карте белое пятно, соответственно, мы с вами обращаемся в администрацию. Именно администрация, как собственник, в соответствии с правилами благоустройства, должна заниматься подбором единичного мусора на зеленой зоне. Если администрация никак не реагирует, соответственно, мы уже обращаемся в прокуратуру в этом случае. И прокуратура через меры прокурорского реагирования обяжет мусор убрать. Изучив публичную кадастровую карту Сыктывкара, можно сделать вывод, что данный земельный участок предназначен для обслуживания наземной тепловой сети. Следовательно, найти собственника в дальнейшем не составит труда. А телезащитник напоминает, что мусор необходимо выкидывать либо в урны, либо в соответствующие контейнеры, которые расположены практически в каждом дворе. Ведь не там, где убирают, а там, где не мусорят. К сожалению, ситуации, когда после увольнения сотрудник не может вовремя получить заработную плату, бывают нередко. И хотя трудовые отношения регулируются законодательством, не каждый работник знает свои права и способы их защиты. У нашего телезрителя есть вопрос по этой теме. Здравствуйте, меня завтра увольняют в трудоусторе, я официально. Начальник сказал, что зарплату мне выплатят только в конце месяца, а деньги мне сейчас нужны. Имеет ли он право так делать? Спасибо. К сожалению, подобная ситуация возникает достаточно часто. Работодатель зачастую не желает своевременно выплачивать денежные средства как в части заработной платы, так и иных выплат. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, в день увольнения работника с ним осуществляются все расчеты, в том числе выплата заработной платы, выплата компенсации за неиспользованный отпуск и какие-либо иные выплаты, прочитающие работника. Вместе с тем, если работодатель отказывается своевременно выплачивать денежные средства, вы имеете право обратиться в трудовую инспекцию для проведения проверки и привлечения работодателя к ответственности. Вероятно, кто-то из вас хотел бы открыть свое дело. И для его создания не обязательно становиться индивидуальным предпринимателем или регистрировать ООО. Достаточно стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. Но будут ли у вас при этом те же возможности, что и при создании ИП? Давайте узнаем. Добрый день, я делаю мониторную дому и в ближайшее время хочу арендовать кабинет. Нужно ли мне для этого регистрировать ИП? Спасибо. Да, арендовать помещение самозанятым гражданам можно. 422-й федеральный закон не содержит подобного рода ограничения. Единственным условием в данной ситуации является отсутствие наемных работников и заключенных с ним трудовых отношений. Если гражданин имеет статус действующего индивидуального предпринимателя и желает перейти на налог на профессиональный доход, тогда в этом случае ему необходимо в установленные сроки подать уведомление о прекращении прежнего режима налогообложения. Кроме того, на сайте ФНС России в разделе налог на профессиональный доход имеется раздел, где можно получить ответы на все интересующие вас вопросы. К каждому дому прилегает земля. Придомовую территорию необходимо благоустраивать в соответствии с нормативами. Устанавливать детские или спортивные площадки, ухаживать за газоном и клумбами. Давайте разберемся, кто должен отвечать за их содержание. Подробнее Дарья Шучалин. Относится ли содержание элементов благоустройства придомовой территории к обязанности управляющей компании, даже если такие объекты не упомянуты в договоре управления? Поясняю, наличие государственного кадастрового учета участка под многоквартирным домом и прилегающей территории имеет значение для определения собственника земли. Но это не влияет на обязанность управляющей компании обеспечивать надлежащее содержание детской, игровой, спортивной и иных площадок в границах придомовой территории. Федеральные судебные органы при рассмотрении подобных ситуаций из регионов неизменно встают на сторону жильцов и обязывают управленцам жилфондом выполнять минимум работ для того, чтобы приводить в порядок такие объекты. На сегодня это все. С вами был Александр Карепин. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеообращения. Вся контактная информация сейчас на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, кроме вопроса оставляйте номер своего телефона для связи. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону, а мы поможем. До встречи!